Продолжается рабочая поездка главы государства в Павлодарскую область. Рабочие расписания Хасамжумарта Тухаева плотные, поэтому сразу из аэропорта президент отправился в Казахстанский электролизный завод. Это единственное предприятие в нашей стране, которое производит алюминий. С конвейера завода сходит порядка 250 тысяч тонн цветного металла в год и 90% идет на экспорт. Президент ознакомился с работой предприятия, поговорил с рабочими и встретился с местной общественностью. О дальнейшей повестке дня главы государства расскажет Зарина Боярисова. Она выходит на прямую связь со студией. Зарина, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Вера. Да-да-да, мы вас слышим, Зарина. Вера, здравствуйте. Да, вот я слышу, да. Только что завершилась встреча главы государства с учениками и преподавателями Назарбаев интеллектуальной школы, где президенту Казахстана школьники продемонстрировали свои разработки в области робототехники. К слову, за сегодняшний день это уже вторая встреча Касымжомарта Тукаева с молодежью, с представителями поколения АМЗЭТ. Около часа назад глава государства посещал Центр развития молодежных инициатив, который поддерживает молодежь возрастом от 14 до 29 лет. В день в этот центр обращаются порядка двух тысяч раз. Чаще это вопросы волонтерской деятельности, создания бизнеса, или даже касаются помощи психологов для молодых семей, молодых пар, которые находятся на грани развода. От себя добавлю, что в области проживают сегодня порядка 163 тысяч молодых людей. Сегодня мы работаем по более чем 10 направлениям в работе именно с молодежью. Наша целевая аудитория – это молодежь от 14 до 29 лет. То есть охват молодежи, всей категории молодежи, как раз таки, является 10 направлений основных. Это консультация по государственным программам, трудоустройство молодежи, развитие предпринимательской деятельности. В следующий день у нас 847 молодых предпринимателей активно действуют и работают. На сегодняшний день хорошая, положительная динамика у нас имеется в доле нет и в количестве безработной молодежи. То есть в прошлом году это составляло 3,7% среди молодежи по Володарской области. На сегодняшний день это 3,2%. К слову, сегодня во время встречи с общественностью глава государства поручил руководству области активнее поддерживать и развивать молодежную политику. Помимо этого, глава государства поручил заняться вопросами экологии и обеспечением качественной питьевой водой сельскую местность. В целом день был очень насыщенным. Глава государства посетил сегодня сразу 4 объекта. Это Казахстанский электролизный завод, Павлодарский нефтехимический завод, Назарбаев интеллектуальная школа и Центр развития молодежных инициатив. На этом поездка главы государства в Павлодаре завершается. Более подробную информацию предоставим во время следующих выпусков новостей. Вера, вам слово. Спасибо большое. Залина Байрисова, рабочая поездка Хасанжумар Татукаева в Павлодарскую область.